Здравствуйте, уважаемые зрители! Сераф Баку был задержан и доставлен в пешке к Ексамговой таможенной службы Кыргызстана Раимбек Матраимов вместе со своими братьями Тилеком, Русланом и Сламбеком Матраимовыми. И сегодня будем обсуждать эту тему. Для этого у нас в гостях гражданский активист Урмат Шанбайев. Здравствуйте! Первый же вопрос, наверное, будет про то, как вы считаете, это на самом деле борьба против коррупции власти или имеет другие причины тоже, в том числе политические? Ну, честно говоря, тяжело сейчас судить, насколько это действительно такая борьба с коррупцией. Но я, как один из организаторов реакции, которые появились именно после расследования ОЗД по коррупции на таможне и вовшению Раимбека Матраимова, я могу сказать, что реакция достигла своих результатов, в смысле, достигла своих целей. И можно сказать, что задержание Раимбека Матраимова, это... Сейчас, по-моему, последняя реакция была реакция 5-0, а вот задержание Матраимова можно назвать реакцией 6-0, да? То есть это, по сути, логичное завершение всех реакций наших. Конечно, насколько это задержание Матраимовой носит именно характер борьбы с коррупцией или там какие-то внутривластные такие разборки. Об этом, как бы, мне кажется, тут можно любые доводы приводить, но результат налицо. Раимбек Матраимов задержан. Задержан, скорее всего, не просто как для показухи, а вот на самом деле уже это по-серьезному, да? Все. А как вы думаете, мы до этого тоже не раз видели, как Раимбек Матраимова и задерживали, и объявляли Росск, и другие правовые процессы были над ним. И если говорить про эти процессы, как вы думаете, какое должно быть наказание? Потому что до этого он уже оплатил 2 миллиарда сомов бюджет Кыргызстана, да? Какое должно быть наказание, и как должны заниматься именно восстановлением материальных потерь от деятельности Матраимова? Знаете, я как бы не эксперт в области юриспруденции, я не знаю там нюансов к уголовному статей. Насколько я знаю, сейчас помимо каких-то коррупционных вещей, будут привлекать к ответственности за, по-моему, 2 тысячи... Незаконное задержание. За угрозу первым лицам Кыргызстана, что такое, в общем, там, статья от 15 до 25 лет. То есть сейчас, на самом деле, помимо коррупции, будет гораздо больше статей и таких более тяжелых, на мой взгляд. Поэтому тяжело судить, и они эксперты могут сделать законодательство уголовное, поэтому сложно сказать. Ну, однозначно, уже будет гораздо больше предъявлено обвинений, чем было это в 21-м году, когда его задержали. Это была, на самом деле, игра там возле ГКМБ на заправке. Сейчас все намного серьезнее, и статей уже гораздо больше. Давайте поговорим про то, как началось вот это вообще гражданское движение и гражданский протест против Матраимова. Это уже начиналось во времена правления Суромбая Джимбекова, насколько я помню. И если смотреть, то какая-то история этих расследований, она начинается, оказывается, с 2014 года, когда уже первый раз проводились расследования по поводу Рейнбека Матраимова. Там называлось это «Баджетага миллион доры», насколько вы помните. Давайте, расскажите, пожалуйста, как именно фигура Матраимова стала символом коррупции в Кыргызстане? Ну, только сказать, что с 2014 года уже начались какие-то расследования. Я, на самом деле, о Рейнбеке Матраимове первый раз услышал, наверное, в году 2018. Мы, как бы, с друзьями общались, кто-то между делом сказал, что есть такой очень богатый человек, у него даже кличка «Миллион», я, честно говоря, имя даже не знал. Но потом, вот уже после расследования затык, я уже понял, что это за человек. И был скандал, когда чиновники наши, по-моему, после 2010 года, на таможене кого-то хотели назначить, по-моему, на Томбайец Бекназаров, по-моему, да, они там спорили. И, ну, потом уже выясняется, что речь, скорее всего, шла вот именно Матраимове. То есть, там, ну, именно вот более так развернуто об этой человеке я узнал после расследования затык. И тогда нас это очень сильно все возмутило. И вот следствием этих расследований стали вот реакции. А тогда Джейн Беков говорил, что ему нужны факты. Ну, как бы, то есть, ну, было понятно, что никаких действий не будет предпринято. Потом вот меня еще, я помню, вот прям мне запомнилось, когда брат Рейнбека Матраимова, искандер Матраимов, прямо, вот, можно сказать, отчитывал главу Финпола за то, что они там пошли на поводу журналистов и там что-то, по-моему, там какое-то там мини-расследование провели. В общем, это было... Время Рейнбекова, это был просто пик... Ну, как бы, Матраимов были на пике, да? То есть, они вообще казались абсолютно недоступными для правосудия. То есть, они были неприкосновенными такими людьми. То есть, закон был писан не для них. Потому что, ну, было очевидно, что, как человек, работающий на таможне, зарплаты, там, 30-50 тысяч долларов, стал миллиардером. И, как бы, ну, это было очевидно, что там просто коррупция таких масштабов, что, на самом деле, там, даже ничего, как бы, особо расследовать не надо. Понятно, что человек живет не по закону, да? Но, как бы, к сожалению, вот у нас в Крыстане такая практика, что, когда человек находится при делах, можно сказать, тогда он делает, что хочет. И, как бы, закон для него не писан. Когда же он немного отходит от дел, тогда начинает правосудие, как бы, раскручивать его какие-то предыдущие правонарушения, преступления. Но, к сожалению, у нас такая практика, что, например, я не знаю, что сейчас творится у нас на таможне, но я уверен, что коррупция есть, что коррупция есть во всех сферах государственной власти. Но те, кто сейчас при власти, они, как бы, пока закон для них не работает, да? Может быть, настанет время, когда придут другие, и тогда они начнут раскручивать там, как бы, преступления там предыдущих. То есть у нас, получается, законы, они работают только в отношении простых граждан, либо в отношении тех властимущих, которые эту власть потеряли, да? То есть пока люди при власти, при делах, то закон, к сожалению, не работает в отношении них. Вот такие двойные стандарты у нас получаются. Поэтому сейчас, получается, что Матраимов уже, ну, даже, получается, после 2020 года люди продолжали говорить, что Матраимов до сих пор там сидит на таможне, там схемы не поменялись, что он как зарабатывает, ну, как воровал, так ворует. Ну, а сейчас, вот когда мы видим уже, что действительно его там экстразировали аж из Азербайджана к нам, что там меняют там очень такие тяжелые статьи, уже понятно, что этот человек, Батон, да? Поэтому по полной, получается, его сейчас раскручивать. Ну, на самом деле, это как бы то ни было, это хорошо, что рано или поздно правосудие как бы имеет место, да? Как вы думаете, почему у предыдущих властей не получалось задержать Матраимова? Почему этот момент, который и фактами был доказан, и расследование не только кыргызстанских журналистов, но и международных журналистов, это время пришло очень поздно, когда, мне кажется, человек уже, ну, уже, может быть, свои деньги вывез из Кыргызстана, он как-то, если мы помним, даже 2-3 месяца назад был объявлен в розыск, и всегда тогда говорили о том, что вот дали время, чтобы он вывел свой капитал из Кыргызстана, да? Почему именно сейчас? Мне интересно, потому что все это время Матраимов находился в Кыргызстане, мы его видели на открытии каких-то мечетей, на каких-то других общественных мероприятиях, да? Почему именно сейчас? Ну, на самом деле, знаете, даже когда в революции Матраимова, когда Матраимов был недоступен для правосудия, даже в то время, многие говорили, что буквально там чуть ли не ежедневно вывозится наличие просто сумками, да, огромными сумками из Кыргызстана, то есть даже когда Матраимов был при делах, то средства все эти выводились, то есть они не остались, ну, люди, как правило, которые воруют в таких масштабах, они понимают, что нет смысла, как бы, деньги держать в Кыргызстане, поэтому эти все деньги выводятся сразу, как правило, ну, большая львиная доля, да, поэтому то, что сейчас, получается, его привлекли к ответственности, это не говорит о том, что, скажем, если бы даже во время Джеймбека его привлекли к ответственности, что там все его деньги, которые он там незаконным путем нажил, все они находились бы в Кыргызстане, нет, они даже при Джеймбеке все эти деньги выводились, поэтому, ну, то есть, сейчас, когда этот человек уже не является сотрудником таможни, тем не менее, как бы, вот его арест может повлечь, как бы, возврат каких-то, какой-то определенной суммы обратно, там, бюджет Кыргызстана. Но при этом, я еще раз говорю, что даже во время Джеймбекова люди, которые воруют, ну, вообще в таких масштабах, они, как правило, все эти деньги выводят, поэтому тут не имеет разницы, был бы листован он тогда или сейчас. Ну, то есть, в любом случае, главное, что он привлечен к ответственности, и будем смотреть, что будет дальше. Как вы думаете, какие шаги должен предпринять Кыргызстан, чтобы вернуть деньги Матраимова из-за рубежа, которым, насколько мы знаем, он инвестировал в разные бизнес-проекты, не только в Дубае, но и в других странах, которые через его подставных лес, через свою жену, он инвестировал в разные проекты. Как подумать, как должен вернуть Кыргызстан и сможет ли вернуть? Ну, как правило, такие люди привлекают специалистов в сфере вывода финансов за рубеж, поэтому какие-то деньги получатся вернуть, какие-то нет. Скорее всего, большую часть вернуть не получится. Они все где-то в офшорах, в какой-то недвижимость сложен, в странах, которые никак не сотрудничают с нами по части Интерпола и так далее. Поэтому, конечно, какую-то часть в любом случае получится вернуть, но большая часть, мне кажется, будет недоступна для возврата в браку бюджета. Несмотря на то, что даже когда против Матраимова уже возбудили дело, мы видели, как его главный партнер, который не только Кыргызстаном управлял, но и с другими странами вел все вот эти механизмы, строил, Хабибулат, который был замечен на мероприятиях вместе с президентом. Как вы думаете, почему мы, когда задерживаем какого-то, ну, если верить всем этим расследованиям, Матраимов был только частью всей этой системы, которая отмывали деньги из Центральной Азии. Но при этом их главарь в лице Хабибулат Кадыра, он ходит на мероприятия с президентом. Как вы думаете, как должен работать суд или правовая система по отношению Хабибулат Кадыра? Ну, на самом деле, мне кажется, когда еще президент фотографировался Хабибулат Кадыра, тогда, скорее всего, у него не было разногласий с Матраимовым, потому что, как бы, мы понимаем, что Хабибулат Кадыр и Матраимов, они очень тесно связаны. Они, по-моему, даже породникся, насколько я знаю. Да, да. Ходить, пожалуйста. Из-за детей, я не знаю. Да, поженились. В общем, ну, как бы, тут такая ситуация, что раз такие пошли аресты семьи Матраимовых, скорее всего, с Хабибулат Кадыром тоже все мосты сожжены, на мой взгляд, потому что работа с Хабибулат Кадыром автоматически подразумевает, что ты работаешь с Матраимовым. Так как с Матраимовым уже такая ситуация происходит, то, соответственно, скорее всего, и с Хабибулат Кадыром уже ничего нет. Поэтому на мой взгляд, тут такая ситуация. Я не знаю, как на самом деле, но, скорее всего, это так. но при этом, если будет так же, как раньше, он вернет какую-то часть денег, как было, насколько до сих пор ходят разговоры, о каких суммах идет речь, почему это было задержание спланировано, и оно реализовано, чисто, ну, говоря какими-то этими слухами, которые до нас находят, это были разговоры только о сумме денег, но не о правовых. Как вы думаете, если будет такая ситуация, ну, несмотря на то, что Матраимов такая личность, которого очень много говорят, его задержали всего лишь на месяц, в отличие от тех же журналистов, которых задерживают на два месяца, да, обычно, и его братья тоже задержали, его брат вернулся, Искандер Матраимов вернулся, но при этом его не задержали, он находится на свободе, и как вы думаете, какие должны быть шаги, чтобы общество поверило, что это реальная борьба против коррупции? Ну, можно сказать, что это борьба против коррупции за число, потому что сейчас, скорее всего, Матраимов уже к тому же не имеет никакого отношения, вряд ли он что-то уже может соворовать, да, в любом случае, как говорится, у коррупционных статей, наверное, срок давности еще не стек, поэтому Матраимова привлекут по статьям за коррупцию, но скорее всего, даже если он выплатит какую-то достаточно большую, может быть, даже сумму, тем не менее, его не выпустят, потому что ему уже инкриминируются другие статьи, которые не имеют отношения к коррупции, то есть даже те же самые задержания азербайджанских, как там сказали, наемников, и что Матраимов был там в Азербайджане, это в любом случае, все это свяжется вместе, и Матраимов уже будет инкриминировать другие статьи, которые уже нельзя будет выплаты каких-то денег убрать, поэтому, скорее всего, ну, мой взгляд, я не знаю, как на самом деле будет, может быть, действительно, там, после выплат каких-то денег его выпустят, скорее всего, нет, скорее всего, это уже такая другая история. Но при этом мы до этого видели, как как раз-таки во времена, когда была реакция, когда были разные компании против Матраимова, мы видели, как Матраимов подкупал получается все, начиная от каких-то журналистов, заканчивая активистами, которые ходили и угрожали тому же Ратыку и другим медиа, насколько я помню. И если говорить про это, как вы думаете, поддержка Матраимова в обществе есть ли до сегодняшнего дня, можно ли это замечать, может быть, в социальных сетях? Ну, смотрите, когда Матраимова поддерживали тогда, когда это было безопасно для тех, кто его поддерживал. Тогда, когда мы выходили против Матраимова с реакцией, нас там обвиняли, что мы там продажили, кому продались Госдепу, ЛГБТ и так далее. В общем, придумывали что угодно, лишь бы, короче, как-то обелить Матраимова и дискредитировать нас. А сейчас, как правило, люди, которые защищали Матраимова, они были либо куплены, либо же рассчитывали на какое-то снисхождение с его стороны. Поэтому, как правило, продажные люди, которые можно купить, они в случае какой-то угрозы или опасности, они не будут его поддерживать. Сейчас мы видим, что, скажем, та же Алканова, ее вообще не слышно. Хотя в свое время она вместе с Шарльбеком Матазовым организовывали митинги в защиту Матраимова. Хотя тогда было понятно, что это такое задержание театральное, там ничего такого серьезного нету. Когда мы с реакцией выходили, они тоже грудью вставали на защиту Матраимова. Потому что тогда это было безопасно. Защищать Матраимова было безопасно. Но можно было при этом заработать очки в глазах Матраимова или получить какие-то финансовые возрождения. Сейчас же это опасно, потому что это уже не протестные какие-то акции активистов, а это уже непосредственно за него взялась сама власть. То есть сейчас мы не видим ни Алканову, ни Матраимова, ни вот этого Ирибека Исраилова. Потому что Пахман, Валентина Пахмана тоже очень активно его защищала. Сейчас все они молчат, потому что это безопасно для них самих. А как правило, например, скажем, мы всегда выступали за идеи, мы как бы никогда нас никто не подкупал, ни разу мы не получили ни сумма, ни цента за наши какие-то действия за реакции и так далее. Вот сейчас, например, мы активно наступаем в поддержку журналистов, которых арестовали, в поддержку активистов, потому что мы всегда за идею боролись и для нас деньги были второстепенные. То есть даже несмотря на то, что сейчас эти люди находятся в заключении, несмотря на это мы продолжаем их защищать, продолжаем писать в их поддержку какие-то вещи. А тех ярых защитников Матраимова ни один из них даже не удостужился какой-то пост написать, потому что вот они, ну это вот такая сущность у них. Сейчас они получается, они всегда с теми, на чьей стороне сила. Как только эти люди теряют силу, все, они как бы отработаны материалы, уже они про них забывают, так же вставали на их защиту. И вот у нас последний вопрос. Если смотреть на дело Матраимова в масштабах всех вот этих процессов, которые сейчас происходят в Кыргызстане, можно ли говорить о том, что власти Кыргызстана, включая президента и главы КМБ, увидели в Матраимове тоже как угрозу для своей власти, если вот так говорить, угрозу для своей власти, и просто это как люди, некоторые пишут до сих пор, что это устранение конкурентов и устранение разных факторов, которые угрожают власти, потому что мы видим, что до этого почти все наиболее влиятельные и семьи, и лица Кыргызстана в финансовом смысле и в политическом смысле, они все были в тюрьме, какое-то время посидели, некоторые вышли, некоторые нет. Можно ли говорить о том, что власти чистят общество от таких людей, которые могут угрожать их власть? Вполне возможно, вполне возможно, но знаете, я хочу сказать для всех вообще, кто приходит во власть, кто обладает какими-то большими финансовыми возможностями, все должны понять одну вещь, что они в первую очередь заинтересованы в том, чтобы у нас в Кыргызстане работали законы, чтобы у нас в Кыргызстане были независимые суды, чтобы у нас в Кыргызстане была свобода слова, свобода прессы и так далее. Потому что сегодня, когда ты при власти, тебе ничего не страшно, ты можешь делать, что хочешь, завтра к тебе могут прийти другие, кто там придет, либо мирным путем, либо путем революции, придут люди, скажем, мирным путем пришел Джимбеков, и у него автоматически появились претензии к Атамайлу. То есть там получается он делал все, чтобы привлечь Атамбаева к ответственности его сторонников и так далее. Когда пришли Акаевские, пришли Бакиевские, начали они разбираться с Акаевскими, ушли Бакиевские, пришли Атамбаевские, они начали разбираться с Бакиевскими, ушел Джимбеков, ушел Атамбаев, с ним начал разбираться Джимбеков, ушел Джимбеков, сейчас против Джимбеков ничего пока они не возбуждают никаких дел, но при Джеймбековой был Матраимов, такой очень сильной фигурой, сейчас получается раскручивать Матраимовскую тему. Поэтому, знаете, вот этот круговорот, он должен остановиться когда-то. То есть и бизнесмен, и власть темущие, даже те, которые сейчас пригласили, они должны понимать, что верховенство закона — это защита в перспективе для них самих. Поэтому они сами заинтересованы в том, чтобы были суды независимые, чтобы судьи были независимы. Потому что завтра, скажем, когда они уже будут не при делах, эти же судьи, которые по их указке делали что-то, завтра же они возьмутся за них. То есть получается, он никогда не прекратится, пока вот эти вот разборки внутри элиты будут происходить. Поэтому те же самые бизнесмены, они тоже должны понимать, что у нас бизнесмены каждый раз подстраиваются под новую власть, да, то есть они не, скажем, о нашей стране, то есть у нас как бы все плюют нас, чтобы у нас работали, чтобы у нас не были независимые судьи, потому что завтра, чтобы у нас была независимая пресса, чтобы у нас были независимые там к вам придут по беспределу забирать что-то у вас, то единственная защита для вас, это будут независимые суды, это будет свободная пресса, это будет свобода слова. Поэтому пока вот это не прекратится, не прекратят все эти разборки, никто не застрахован, в первую очередь те, кто сейчас, казалось бы, на коне. Спасибо большое. Уважаемые зрители, сегодня Первомайский суд города Бишкек задержал Матраимова на два месяца, а на один месяц заключил под стражу. Является ли это борьбой против коррупции или какие-то межклановые, межсиловые борьбы между властями и разными силами? Мы это обсудили сегодня с гражданским активистом Мурматом Джанваймом. Мурмат, спасибо вам большое. Ведущая я перед зацей Пургат. До следующих встреч. Спасибо. До свидания.